Время поговорить о христианских ценностях На предмет пропаганды убийства религиозной или расовой нетерпимости Вместе с тем следует понимать, что эта книжка является фундаментом Она является основным учителем Она закладывает основное в верующих И действительно, изъятие ее из общечеловеческого обихода Наверное, было бы чрезвычайно болезненным К тому же нам все время объясняют, что Библия учит добру Библия учит терпимости, снисхождению, нежности друг к другу Но все это на проверку оказывается ложью Я обещал когда-то устроить небольшие библейские чтения Сейчас, в связи с этой ажиотацией по поводу Библии Для этого есть все основания Давайте же посмотрим, чему на самом деле учит Библия Какие основы верующего человека закладывает Библия Обратимся к священному писанию книги чисел Надо понимать, что главное действующее лицо книги чисел Моисей – это один из величайших христианских и святых, и подвижников, и основателей, и первооснователей И не случайно его слова считаются трансляцией воли Бога И должны восприниматься исключительно как эталон, как образец, как фундамент Той самой морали, о которой так любят говорить христиане Давайте посмотрим, что предлагает Моисей После одного из походов войска израильского в землю царей Медиамских Иудеи приводят к Моисею толпу пленников Как написано в 31 главе «И взяли все захваченное и всю добычу от человека до скота И доставили пленных и добычу к Моисею и к Елеазару священнику И вышли Моисей и Елеазар священник, и все князья общества навстречу им из стана И прогневался Моисей на военачальников, тысячи начальников и столоначальников Пришедших с войны, посмотрев на эту толпу пленных Знаете, о чем их спросил Моисей? И сказал им Моисей «Для чего вы оставили в живых всех женщин? Итак, убейте всех детей мужеского пола И всех женщин, познавших мужа на супружеском ложе, убейте А всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа Оставьте в живых для себя Но не увидеть здесь прямой пропаганды педофилии довольно сложно при всем желании Но может быть это некое единичное место Давайте посмотрим не менее священную, не менее популярную книгу Так называемый «Исход» Опять-таки, то, что транслирует Бог через Моисея, то, чему учит Бог И сказал им, так говорит Господь Бог Израилев «Возложите каждый свой меч на бедро свое Пройдите по стану от ворот до ворот и обратно И убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» Делается это в отместку за некоторые колебания в религиозных вопросах Но это тоже фундамент Призывы к убийствам, призывы к ненависти, призывы к малейшему К нетерпимости по малейшему религиозному вопросу на каждой странице Но как же библейские герои предпочитают убивать? Каким именно способом? Какой именно способ наиболее угоден их Богу? Это хорошо видно на примере святого богоотца, пророка Давида Который, взяв в плен жителей города Равве Народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы Под железные молотилки, под железные топоры И бросил их в обжигательные печи Так он поступил со всеми городами аммонитскими И возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим Подобных фрагментов слишком много Везде призывы старика, юношу, девицу и младенца и жен Бейте до смерти И начали они с тех старейшин, которые были перед домом И сказал им, оскверните дом и наполните дворы убитыми и выйдите И вышли и стали убивать в городе Это вот как раз тот самый фундамент, та самая основа христианства Где ненависть по религиозному признаку является высочайшей добродетелью И строго культивируемым качеством Понимая эти основы, этот фундамент христианства Уже действия инквизиции Действия русской церкви по уничтожению старообрядцев, молокан, атеистов Или каких-то иных инакомыслящих Уже не кажутся самодеятельностью Понятно, что это не что-то надуманное Что это не примета порочности каких-то людей А что это следование вероучению И вот эта вот свирепость, это пропаганда ненависти Пропаганда убийства по религиозному признаку Пропаганда религиозной нетерпимости Потому что то, что я прочел, это, поверьте, одна десятая часть На каждой странице призывы уничтожать чужие храмы Опрокидывать чужие изваяния, вырубать чужие священные рощи Да, конечно, религия тут возведена в абсолют И этому абсолюту требуется принести в жертву все Но из этого становится понятно, что на самом деле христианство и не может быть другим И что вам опять лгут, рассказывая про то, что Бог – это любовь Про то, что Бог – это терпимость, Бог – это милосердие Возьмите в руки Библию Она продается достаточно широко сейчас И вы сможете убедиться, что все приведенные мной к примеру – это не моя фантазия Вообще вранье на каждом шагу И вот это удручает больше всего Не так давно лауреат премии «Серебряная галуша» Гундяев Очень проникновенно в духе такого хорошего актера старой каратыгинской школы Объяснял про то, что никогда, никогда русская церковь не прибегала к насилию в духовных вопросах Никогда не было насильственных крещений или насильственных обращений Но, что касается христиан, то на основании прекрасного свода, сделанного еще Карл Хайнцем Дэшнером в его «Криминальной истории христианства» На основании материалов того же самого Эдварда Геббона Видно, до какой степени страстно христиане всегда распространяли свою веру именно насилием, именно мечом, именно пытками, убийствами Но, это как бы несколько отдаленные во времени примеры Давайте посмотрим академическое исследование Верта Это очерки по истории религиозного разнообразия Российской империи И давайте посмотрим, что ожидало народы, которые в силу своей малочисленности в царской России В силу своей беззащитности перед карательной машиной казенной духовности Были вынуждены принимать на себя основной удар этой духовности, основной удар этих идеалов Вот, к примеру, Верт в своих очерках по истории религиозного разнообразия Российской империи Приводит конкретный совершенно случай Один из многих, один из сотен Это насильственное крещение марийцев На основании жалоб, которые начинаются с историческое исследование, которое основано на жалобах этих марийцев Первая жалоба начиналась с заявления о том, что к ним прибыли в деревню, называемую Ведрес-Калмаш Для расправы окружной начальник Несколько семей согласились на крещение под угрозой отдачи в рекруты или ссылки Но другая группа отказалась принять крещение Тогда, по словам просителей, люди Блударова, это окружной начальник Начали старшим в семействах делать разные истязания с причинением жестоких побоев Так что одного из авторов этой жалобы крестили уже в бесчувственном состоянии, в обмороке от побоев Так было крещено почти 500 человек в одной купели, не снимая с людей одежды Более того, часть марийцев были заключены под стражу в собственных избах и банях без еды Где они сидели по двое-трое суток, пока не соглашались на крещение В своих показаниях временному губернатору Македонскому марийцы же выписали, как их били руками, плетью, палками Как топтали ногами до беспамятства и как держали в колодках и кандалах Одним словом, просители подчеркивали исключительную жестокость И свой собственный страх же выписали, объясняя, что им ничего не оставалось сделать, кроме как принять крещение Опять ложь Ложь про Библию Ложь в мелочах Про часики и дачки Ложь про собственную благостность Лицемерная ложь про духовность, нежность и аккуратность к чувствам других людей Нет, на самом деле всего этого нет Мы действительно видим сектантское свирепое мышление Которое пока только показывает свой нрав Которое пока не выпущено все-таки еще на свободу полностью и окончательно А что оно может делать, выпущенное на свободу Получившее все преференции и все возможности распоряжаться судьбами Мы очень хорошо видим на основании тех примеров, которые я привел сегодня